Баршалом, на этой неделе мы читали главу, но там Алексеевич чуть по-другому, он на песках не читает, не те главные, мы читали Шмини, на этой мы читали идею Звернувину, но я расскажу про Шмини, я читал Шмини, Шмини, это вообще переводится, на восьмой день призвал муж Аарона, и снова его, и старейшим Израилем, и в этой главе рассказывается о том, что произошло то, к чему стремился народ, то есть они создали святилище, и теперь они осветили коинов, которые должны служить, то есть Аарона, его сыновей, мы видим, что во время этого освящения погибают два сына Аарона, на Дабре-Аль-Биу, да, в дальнейшем Аарон совершает все эти жертвоприношения, они сможет заходить в шатер, и Господь являет свою славу, то есть Шмини, сход на это святилище. Вот, и появилась святость в храме этом, и соответственно потом Господь говорит о таких законах, которые называются Кашрут, это законы чистых и нечистых животных, кроме того, он говорится еще о прикосновениях там разным, если вдруг коснется мертвого животного, то есть, чей говорит, быть нечист, то есть он свою святость сможет, и говорит о том, что будьте святы, ибо я свят. И вот эта святость, как ни странно, обусловлена негативно такими, я не знаю, вещами, как мы хотели бы, духовными, там молиться надо, или еще что-нибудь, а такими бы, бытовыми, которые связывают нашу повседневную жизнь, то есть, там, надо там, ну, и в отхожее место сходить правильно, и это отношения с женой там разные, то есть, это бы в дальнейшем были учатки, да, а здесь вот именно с едой связано, то есть, что можно есть, что нельзя есть, и вот может новое. Про это поговорим, но надо понимать, что все это исходит от одного источника, все, и чистое, и нечистое, все все равно исходит от Бога, и нам не надо, как бы, поэтому думать, что раз оно нечистое, то есть, вот эти животные нечистое, то они плохие. Это никак не говорит о том, что эти животные плохие, но вот эта вот ситуация о том, что оно становится нечистое и запрещенным, возникает только по взаимодействию с людьми, и то не со всеми, да, то есть, евреям это нельзя, а не евреям, в принципе, такого закона нет. И вообще это понятие, вот, когда там касается, например, вот, туман, да, это оно обозначает, как бы, что, ну, как бы, изоляция какая-то, то есть, но закрывает, изолирует от святости. И вообще это, ну, понятие Турмея, оно касается всех, ну, всей жизнедеятельности еврея, то есть, он проснулся, и его первое, что должен сделать еврей, то есть, он должен омыть руки, то есть, это не умыться, а именно просто омыться, там, кончики рук считаются, да, и там, ну, почему это считается, то есть, это за время сна себя касается немножко, ну, как бы, ты спишь, и ты, как бы, входишь в состояние, ну, может, смерти, и чтобы оточиститься от этого, надо омыть руки. И вот есть масса такая, один еврей сказал другому, знаешь, я уже несколько дней не умываю руки утром, и никакой разницы не чувствую, и второй торжественно сказал, о, вот так оно и работает. То есть, это говорит о том, что он, как бы, утратил вот эту чувствительность к святости, к чему-то духовному, то есть, это можно и не заметить, потому что мы становимся злодеями. Вот, и здесь говорится о чистых и нечистых животных. И разные, комментаторы по-разному пытаются объяснять. Есть, которые пытаются это рационально объяснить. То есть, есть такой, ну, знаменитый Рамбан, да, он вообще сторонник рационального объяснения всего писания. То есть, ну, это такая глыба, что он, то, что написал, я не знаю, это трудно. Переоценить. Не оценить. Переоценить можно сколько угодно. Слава Богу. То есть, он, ну, многое, что писал. И он, как бы, вот, в своем комментарии Моро Новухим, он пишет, что, я там не буду читать, я переведу весь просто смысл, что запрещенная пища, она просто вреднатое здоровье и... Физиологически, да? Да, чисто физиологически. Он говорит, ну, может, за исключением свиней, но свиньи, они такие, они живут, что попало там, блин, в говне валяются, и поэтому они чисто по таким вещам тоже запрещены. То есть, и он, ну, понимаете, Рамбам был медиком. И он медиком не просто, а бы каким был, он медиком был у главы Египта того времени. То есть, он такой, очень хороший мертвец. То есть, у нас бы это было, я не знаю, там, самый главный врач в стране. Вот, он таким был. И он такое пишет, да? То есть, он, как бы, говорит, что нам в пищу позволено только такое вот высококачественное продукты. И, как бы, вот, он врач, черт, это сомнение не вызывает. А автор книги Кинут пишет, Тора предписывает удаляться от губительных факторов, поэтому и даны законы о разрешенной запрещенной пище. То есть, творец лучше любого знает о здоровой пище. Ну, такое выражение, то есть, Господь знает, поэтому он у нас так. И Рамбам еще пишет, что все виды запрещенных вредят телу. То есть, он там говорит, что они, как бы, кровь от них горит, и они мерзительны. То есть, особенно... Вот, такое он пишет. И это не Рамбам пишет. Это Рамбам пишет. Что от них говорят про... Он, как бы, вторит, как бы, Рамбаму, но он говорит, ну, что они мерзительны, и от них прорывает. И он это, вообще, как бы, говорит больше для отступников пишет. Почему отступников? Вообще, Рамбам, он, как бы, у него была борьба с тем, он спорил часто с христианами тех времен. То есть, у него, там, эти, вот, там, эти, вот, там, логические споры были, вызывали на разные диски, и он все это пытался доказать. Но, вообще, как бы, его бесило в христианах то, что он, как бы, они все сказанное Богом, как бы, стараются, как бы, воспринимать аллегорически и метафорически. То есть, вот Бог сказал так, они вместо такого прямого смысла начинают в эти аллегории вкладывать в свой какой-то смысл, и то, что сказал Господь, вообще теряется. И вот, вот, от этого не готовало, поэтому он сказал так, что вот именно, что то, что сказал Господь, это мерзительны. Ну, эти животные мерзительны, потому что они не такие. Но, кроме, это такие рациональные объяснения. При этом Рамбан, он сам не рациональный, он чаще, он такой баллистический, это его чисто для оппонентов, для ступников было сказано, да? И рационалистическому подходу всегда есть, оппонируют такой немножко другой всегда. Раф Рамбан, он был возмущен такими высказываниями рационалистов, даже Рамбаном. То есть, он говорил, ну, что это такое? Делайте здесь тоже сборник рецептов о вредной здоровой пище. Как бы, это не подобает. То есть, он такую мысль пространную там излагает, что вот есть люди, которые, ну, даже, ну, не евреи, которые прекрасно себя чувствуют, едят, что хотят, то есть, и свинину, и еще что-нибудь такое, то, что не касается этого кашюта. И он говорит, ну, вот, просто эмпирический угутер, видно, что они прекрасно себя чувствуют, хорошо и здорово едут. И он пишет, что, как бы, в своем мысле говорит, что наиболее приемлемо называется ограничение, то есть, вот это, почему нужен кашют, чтобы ограничить себя, как сказано в Береже Краба, заповеди даны для того, чтобы совершенствовать людей, чтобы человек вену под порядочный образ жизни, принимал вот этот репейный вес, остраняясь от сомнительных удовольствий, в которых внушается душа, но с которыми все остальное народы свыклись, поскольку заповеди, запреты были даны самим Богом. То есть он говорит, что, ну, смысл такой, что Тора — это общее учение, лестница какой-то, по сравнению, ведущая к небу. И нам надо вот стремиться к святости. Для того, чтобы эту святость соблюдать, надо накладывать для себя такие ограничения, чтобы освещать себя. И вот Господь, ну, ввел такую систему. И вообще, как бы, вот Тора не хочет такой другой естественности, да? То есть что хочу, то делаю, что хочу, то ем. Она, как бы, хочет вот этой осмысленности, чтобы мы каждый день, как бы, немножко задумались, что от нас хочет Бог. То есть что Он сказал, что Он запретил. И поэтому мы вот в эти рамки святости себя ставим, как бы сами себя освещаем. И вот эта вся физиология именно смысленности, она причинена тому, что мы каждый день думаем о том, что сказал Господь, что правильно, что неправильно. И мы, как бы, думая о Его законах, мы, как бы, думаем о Нем, чтобы нам не забывать о Господе. Вот это прекрасно Богу нашей повседневности. И рационализм, он, как бы, исходит из своего знания и опыта. И он, как бы, вот эти рациональные предложения Рамбама и тому подобное, они не для того, чтобы, ну, не звести это до каких-то таких законов о здоровье пищи, а это для того, чтобы, наоборот, подвигнуть людей, ну, не пользоваться этим, не питаться этим, потому что, ну, вот это вредно. То есть они не хотели сказать, что это, ну, Господь, ну, так. Но они вот призывали других людей соблюдать законы Господа, ну, вот таким методом. То есть они, ну, может, пугали немножко и говорили о том, что вот это вот плохо. То есть надо понимать, что это был их, как бы, смысл. Но вот эта позиция тем плоха, что люди, ну, как бы, в силу своего какого-то скудоумия или еще начинают объяснять, почему это пища, там, ну, или какие-то другие законы Господа те, что вот это так-то и так-то. Я так понимаю, я так объясняю. Поэтому надо вот это вот сторониться. Вот. И Сефер Ахинук, например, говорит о том, что нам был скрыт смысл этой заповеди для того, чтобы уберечь людей от неправильных выводов. То есть то, о чем я сказал, чтобы мы не начинали себе объяснять, почему это плохо или хорошо. То есть смысл заповеди скрыт, поэтому вот так сказано, так и надо делать. То есть если Господь определил, что нечистое лучше? Ну, да. Ну, хотя Раф Хоспер говорил, плох тот, плох, к которому можно прийти одной дорогой. То есть можно по-разному понимать и при этом исполнять. Вот. Но разные подходы, они образуют такое единственное. Ну, Рамбан, которому вот, как бы, немножко спорят и с Рамбаном, и наставят еще на том, что эта пища вредит душе именно. Любая нечистая пища. То есть, он говорит, приводит, как бы, такое, что вот, что нам запрещено? Чищенные птицы, хищные животные. Он говорит о том, что раз они хищные, у них есть какая-то агрессия в душе и поеда, а именно мы, как бы, этой агрессией, может, наполняемся, и поэтому вот она вредна. Он, как бы, исходит из такой точки зрения, что вот на таком духовном уровне, вот, оно вредно. А Барбанель приводит там, блин, там сумасшедшая, ну, что пишет? Это нам основной тезис Барбанеля, скажи. Главное, что картошку можно есть, я так понял. Да. В любом виде. Ну, он, как бы, говорит о том, что... Смысл такой, что не все описывает Тора, да? Он говорит о том, что, в принципе, есть много грибов каких-то, которые нельзя есть, есть травы, которыми можно отравиться даже. До смерти, то есть... А по-английски даже арбильоны можно? Арбильоны, я не про то, как бы. Я говорю, что Тора не описывает вообще, чего нельзя. Она говорит о том, что у нас есть мозги, которые даст Господь, да? Чтобы мы могли им пользоваться и понимать, что вот это есть нельзя, потому что это, например, совсем плохое или вредное. А вот это, как бы, нельзя есть, потому что Господь почему-то не разрешает, да? И смысл в том, что нельзя все включить в заповеди, но не все полезно. Но если Господь это притянул, то, что нельзя, то это для чего-то. И он как бы склоняется тоже к мнению Рамбана, что это вредит именно нашей душе. То есть, почему эта пища, мы не можем понять, почему она вредит нашей душе, но вот он склоняется к тому, что это именно оздоравливает не столько наше тело, да? А именно, как бы, наше духовное здоровье. И он, как бы, говорит о том, что оно, как бы, дает человеку такую тупость. Ну, именно тупость не в плане мозгов, а именно духовную тупость. То есть, не восприятие, как бы, к каким-то духовным вещам. То есть, он, как бы, говорит о том, что, ну, что вот это связано с этим. То есть, он, как бы, даже приводит статус Авета, и Дух Святой не отнимает от меня сердце, чистое сотворит для меня, и Божий Дух твердый обнови во мне. То есть, это говорит о том, что именно кошерная пища. То есть, и еще он говорит, что, ну, пища вот эта плохая, но она делает человека более, как бы, заземленным существом. И Авазия Сфорна, он тоже вторит ему, он говорит, что вот именно, оно тоже наносит вред именно нравственным склонностям души. Вот. Они, как бы, исходят из того, что, как бы, Господь сказал, вот это свят я, и будьте святы, освящайтесь. То есть, именно, что раз это с духовным связано, то это и духовное будет. И Авазия Сфорна тоже вот такой вывод делает, не соперняйтесь, ибо от этого вы станете тупоумными и скверными. Ну, не знаю, насколько это, но вот такие выводы делают. Какой ты вывод сделаешь? А еще, Сэм Суфер, он вообще, как бы, по-другому смотрит на все это, он говорит о том, что, когда сказано, что, там сказано, как бы, созависи в общину и скажи, что можно есть. Он говорит, что это наоборот, вы и этого не должны есть. То есть, мы знаем, что во времена Ноя, да, до Ноя, там вообще не ели животное суши, это уже во времена Ноя появилось. И как бы он говорит, что Господь наоборот, вот этим нововведением, он говорит о том, что я разрешаю вам вот это есть. То есть, он говорит не отрицание, что нельзя ей не есть вот это, а он говорит, что наоборот, он разрешает вот это есть. Потому что, ну, по блажку, можно сказать, такую дает. Потому что до этого, может быть, они вообще не достойны для этого есть. Ну, нам что, нам надо понимать и принимать. Каждого может стараться следовать вот этим законам, и может, ну, действительно, какая-то святость у нас дополнительная появится. Продолжение следует...